На территории, где три года назад бушевали пожары, сейчас топи до болота. После жаркого лета 2010 года была принята федеральная программа обводнения торпянников. За три года в Шатурском районе построили новые дороги, возвели дамбы, плотины и шлюзы. В общей сложности было затоплено более 35 тысяч гектаров. Новые гидротехнические сооружения выполняют две функции – сбрасывают и, самое главное, удерживают воду. «Торф очень влагоемкий материал. Один килограмм торфа может впитать в себя до 15 или килограммов воды. Поэтому очень большое количество воды нужно для питания, чтобы он был покрыт полностью влагой». Анатолий Смирнов вспоминает лето 2010-го. Дышать было тяжело, видимость не более трех метров. Тогда только в Шатурском районе произошло около тысячи природных пожаров. Огонь бушевал на территории в 4000 гектаров. «Его потушить почему непросто? Потому что пока полностью торф не пропитать с водой и не смешать его в однородную такую торфяную водяную массу, то даже практически без доступа в воздух горение продолжается. Поэтому вот в этом сложно». По расчетам ученых, результат обводнений будет виден через 5-7 лет. Столько времени надо на то, чтобы на подтопленных участках появился мох – растение, которое в силах предотвратить возгорание. «Мох очень такое вещество, которое постоянно находится под влагой. Он работает как насос. Он качает воду из глубины. И поэтому сверху он влажный. И ничего под ним гореть не будет никогда». По прогнозам синоптиков, предстоящее лето будет жарким и засушливым. Несмотря на то, что воды в этом году немного, зима выдалась малоснежной. Специалисты уверяют – повторения 2010 года не будет. Паводковые воды удержаны гидротехническими сооружениями. Торт влажный. Ирина Кирилловна, Евгений Макалкин. Шатурский район. Новости Подмосковья.